Антарктида могла быть пристанищем древней инопланетной цивилизации. Доказательства этой сенсационной теории, похоже, нашли британские исследователи. Речь идёт о многокилометровом тоннеле, который совсем недавно обнаружили в альдах шестого континента. Эксперты настаивают, технические характеристики этого сооружения полностью исключают его природное происхождение. Все подробности в репортаже Дмитрия Штоклова. Иван, о том, что в самом холодном регионе нашей планеты когда-то существовала высокоразвитая цивилизация, говорят уже почти 200 лет, с момента открытия материка. Но только сейчас у экспертов появился реальный шанс разгадать одну из самых удивительных тайн в истории Земли. Британские учёные обнаружили загадочный тоннель совершенно случайно. Специалисты из компании British Antarctic Survey с помощью радара выбирали новый участок для изучения льдов Антарктики. И неожиданно заметили странную впадину. Она была просто огромной, по глубине, наверное, Сейфелеву башню. Туда спокойно могла возойти, например, подводная лодка. Сначала исследователи решили, что обнаружили природные ледовые шхеры. Но потом вспомнили о многочисленных свидетельствах существования некого таинственного города в Антарктиде. Примечательно, что находкой тут же заинтересовались британские спецслужбы. И как только участники экспедиции вернулись на родину, изъяли у них всё отснятое видео. Всё, что можно было снять с самолёта, мы сняли. Сделали несколько кругов. Я даже не думала, что находка привлечёт к себе такое внимание. Британское издание Mail Online смогло пообщаться с одним из агентов спецслужб. Журналисты узнали. Для уточнения данных военные направили в район загадочной воронки специальный спутник с геодезическим сканером. Исследования показали, длина сооружения больше двух километров, средняя высота туннеля около 200 метров. Причём проёмы имеют идеальную форму, будто бы их выдолбили с помощью каких-то механизмов. Так неужели это действительно часть таинственного антарктического города? О том, что под антарктическими льдами находится система тоннелей, говорили давно. Но этот проход самый крупный. По сути, он должен везти в заброшенный город, о котором ходит много легенд. Вопрос только в том, кто его построил. Исследователи уверены, что глубоко подо льдом существует целая сеть извилистых ходов. Известно, что активным изучением антарктического подземелья во времена Третьего рейха занималась Германия. В 1943 году главнокомандующий военно-морским флотом Карл Деннис на одном из светских раутов даже обронил странную фразу, мол, германский подводный флот может гордиться тем, что создал для фюрера до другом конце света Шангрилу. Впрочем, многие уверены, что сами немцы ничего не строили. Вероятность того, что немцы могли построить колоссальный проход с просто невероятным сложным прохождением равняется к нулю. Это возможно сделать только очень высокими сверхтехнологиями, которых даже сейчас нет. И вот немцы просто на готовое пришли. По одной из версий, Антарктида много сотен лет назад была освоена пришельцами. Вероятно, здешний суровый климат напоминал им родной. Так на Южном полюсе появилась колония гуманоидов, которые и построили загадочные тоннели. Однако позже, по неизвестной причине, они были заброшены. Ученые не раз пытались попасть в эти лабиринты, но все экспедиции заканчивались неудачно. И вот, похоже, наконец британцам удалось найти вход в загадочные катакомбы. Как полагают эксперты, через некоторое время в район тоннеля будет направлена специальная экспедиция. Так что, возможно, загадка таинственных ледяных шхер будет раскрыта уже совсем скоро.